Слава Господу! Он любящий, долготерпеливый, многомилостливый. Хорошо, и мы с вами в один из четвергов, к сожалению, не получается, каждый четверг приезжать, это не от меня зависит, но в один из четвергов мы с вами начинали тему о духовном мире, да, о духовном мире. И кто был? Не многие, да, но мы говорили с вами о реальности духовного мира, да, мы говорили с вами о реальности ангелов, о том, что существуют ангелы, это не просто придумали люди, чтобы украшать где-то стены на храмах и церквях, да, а давайте чем украсим стены в наших церквях? О, давайте придумаем ангелов, херумьимов и еще, и начали придумывать всяких таких розовеньких мальчиков, маленьких, с курносеньких, с крылышками, да, и рисовать. На самом деле Библия дает нам яркое представление о духовном мире, да ведь? Согласны? Об ангелах, мы с вами разбирали, что ангелы это духи, поэтому в основном мы их не видим, они невидимы для нас, потому что они духи. Мы с вами говорили, что они имеют свойство проявляться, мы с вами также говорили, что ангелы это не просто духи, это служебные духи, которые посланы, чтобы служить кому? Американцам. Потому что как не почитаешь американских авторов, знаете, я когда читал книги американских авторов, я всегда думал, господи, ну почему все ангелы приходят либо к украинцам, либо к американцам? А нас как-то Россию стороной обходят как-то. Недавно тут тоже у меня жена прочитала одну книгу, там один американский пастор описывает, как к нему пришел ангел и давал ему откровение. Думаю, господи, почему ко мне как-то вот? Все к американцам. Но настанет и наш час. Аминь. Но они с нами, они с нами. Поверьте, что у Бога нет лицеприятия. Он любит всех, и Он посылает ангелов всем верным Ему. И сегодня мы с вами продолжим, и мы возьмем другую сторону духовного мира, потому что мы с вами говорили, что Иисус говорил о двух царствах, которые существуют, реально существуют в этой вселенной, на нашей земле стопроцентно. Стопроцентно. Потому что, знаете, один из американских космонавтов, который был на Луне, насколько я слышал, он сказал, там на Луне такой мир Божий, потому что там нет дьявола. Вот. Не знаю, насколько это правда, но вот такое вот он сказал. И поэтому мы с вами говорим, что есть два, два царства, о которых говорил Иисус в духовном мире. Это царство тьмы и царство возлюбленного Сына Иисуса Христа. Знаем мы это, верим мы в это, но Священное Писание говорит, что все мы когда-то были в одном из этих царств. Мы были в царстве тьмы. Да ведь? Согласны? Кто-то может сказать, не-не-не, я там не был, не был. Да был ты там. Ты этого не знал. И я там был. До того момента, пока я не пришел и не сказал, Господь, забери меня оттуда, спаси мою жизнь. И тогда Священное Писание говорит, я перешел из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Иисуса Христа. Я сменил гражданство. И как я говорил на том служении, двойного гражданства в духовном мире нет. Ты не можешь быть маленько в царстве тьмы и маленько в царстве Божьем. Нет, ты либо там, либо там. Либо ты дитя Божье, либо ты дитя лукавого. Помните, Иисус разговаривал с фарисеями. И фарисеи сказали, мы все от Бога рождены. Иисус им сказал прямо, ваш отец кто? Дьявол. Видите, даже люди, которые думают, что да мы все тут дети Божьи. Знаете, когда проповедуешь людям, они все говорят, мы все дети Божьи. На что я говорю, извините, пожалуйста, но вы не правы. Мы все Божьи творения, но мы не все Божьи дети. Потому что есть дети дьявола, как сказал Иисус, отец ваш дьявол, а есть Сыны Божьи. Аминь. Согласны с этим? Но здесь мы с вами выйти на души. Хорошо. И поэтому мы сегодня поговорим о другом царстве. Некоторые предпочитают о нем не говорить, потому что говорят, зачем говорить о дьяволе, столько славы ему воздавать, служение ему посвящать. Мы не посвящаем служение ему, мы посвящаем служение о нем. Для чего? Чтобы разоблачать его дела. Аминь. Потому что Иисус Христос, ходя по земле, он разоблачал дела дьявола. И давайте откроем первое местописание. Знаете, ну давайте пойдем по местописанию. Согласны? Библию с собой взяли? Или у кого-то телефон? Я сейчас стоял, думал, думаю, возьму Библию и скажу, давайте помолимся и поблагодарим Бога за Слово Божие. Потому что я могу даже не открывать Библию, потому что у меня все места напечатаны, но я ее все равно с собой беру, чтобы помолиться за Слово Божие. А когда у тебя телефон, и тебе скажут, давайте помолимся за Слово Божие. И ты вот так встанешь, и непонятно, за что ты там молишься. То ли за контакт, то ли за одноклассников, то ли за ЧБРС. Но там где-то еще и Слово Божие затерялось в этой системе. Поэтому я всегда с собой беру Библию. Я люблю Библию. Хорошо. И поверьте, то, что я прочитаю, написано в Библии. 1 Петра 5,8. И здесь апостол Петр, обращаясь к христианам, он не говорит это к неверующим, он говорит это к христианам. И он говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. И здесь одна из истин, здесь, конечно, много истин в этих стихах, но одна из истин, о которой говорит апостол Петр христианам. И, к сожалению, христиане мы как-то очень часто это упускаем из виду или не думаем об этом. Но апостол Петр говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Повернись своему ближнему и скажи, у тебя есть противник. И это не твой сосед. Это даже не налоговая. Это даже не работник ГИБДД, который остановил тебя на дороге. Потому что Священное Писание говорит, что работник ГИБДД – это, наоборот, Божий слуга. Божий слуга. Правда, иногда они непослушны бывают Богу. Но все же он Божий слуга. И поэтому апостол Петр говорит, ваш противник. И самое главное, знаете, ваш противник – это даже не пастор. Один мой знакомый пастор, знаете, сделал такую проповедь и назвал ее «Пастор – друг человека». Потому что иногда на пастора смотрят, как на врага. На самом деле, Петр говорит, даже пастор – он не ваш противник. Он может вас обличать, говорить слова, которые будут резать по вашей плоти. Но Петр говорит, не, не, погодите. Пастор – не ваш противник. Не надо в него метать искры из своих глаз. Ваш противник – говорит апостол Петр – дьявол. Аминь. И наш противник – говорит апостол Петр – дьявол. И мы должны это знать. Это не значит, что мы должны жить в каком-то постоянном состоянии напряжения. И ходить и постоянно думать, где-то здесь ходит дьявол, как рыкающий лев. И вот ходить какими-то, знаете, как сумасшедшие какие-то. Где-то дьявол, где-то дьявол. Где-то он здесь ходит, ищет меня поглотить. Нет, Петр говорит, что мы, осознавая, что у нас есть противник, должны что делать? Бодрствовать и трезвиться. Согласны? То есть, почему многие христиане... А знаете, когда смотришь сегодня на христианский мир, видишь, сколько на самом деле ущерба сегодня сатана наносит христианам. Одна из причин, почему ему удается это сделать, потому что иногда христиане даже в Боге видят своего противника. Поймите, Писание говорит, Бог за нас. Он не против нас. Иногда мы встаем в такую позицию, как будто Бог против нас, и он наш противник, а мы говорим, Бог, ну, пожалуйста, будь за меня, Бог. Ну, я же хороший, я такой хороший, я уже курить бросил, я уже пить бросил. Бог, ну, будь за меня. Он говорит, да, дорогой, я и так за тебя уже. Мы думаем, что Бог наш противник, потому что мы говорим, что Бог наказал меня болезнью. Поймите, только противник может поражать тебя болезнью. Но никак не Бог. Потому что Бог за тебя. Он не против тебя. Он не против твоей семьи, не против твоих детей. Он за тебя. И поэтому Павел утверждает, ваш противник, дьявол, вот кто настоящий противник. И поэтому, когда мы осознаем это, Священное Писание, тогда мы начинаем бодрствовать и трезвиться. Бодрствовать, это не значит не спать или еще что-то, как одна девушка пришла к пастору, прочитав это местописание, пастор, я уже три дня бодрствую, я не сплю, я больше не могу, можно мне поспать. И об этом говорит Петр. Бодрствовать, это значит вести нормальную духовную жизнь. Аминь. Это значит пребывать в Его Слове. Согласны? Согласны? Потому что, когда я пребываю в Его Слове, я бодрствую. Почему? Потому что Слово Божие, оно просвещает, оно просвещает меня. Я бодрствую, когда я прихожу в собрание церкви, потому что здесь я нахожусь в Божьем присутствии, и Господь говорит ко мне через пастора. Я бодрствую, когда я поклоняюсь Господу, потому что через поклонение я вхожу в Его дворы с хвалой и со славословием. Я бодрствую, когда я поклоняюсь. Аминь. И поэтому Петр говорит, дорогие, бодрствуй и трезвитесь. Трезвитесь, трезвиться, это значит иметь трезвый рассудок, здравомыслие. Аминь. И когда мы понимаем, кто наш враг, мы как-то делаем акцент больше на духовной жизни. Мы как-то больше начинаем заботиться о своем духе, потому что я скажу вам, основная масса людей, и, к сожалению, много христиан сегодня больше заботятся о материальном. И мы настолько озабочены материальным, мы настолько озабочены карьерой, обучением и всего прочего, что мы забываем о духовном. Мы как родители порой так заботимся дать детям хорошее образование, что забываем о том, что если Господь не созиждет, то все напрасно. И мы не стремимся, чтобы наши дети познавали Бога, потому что, говорим, он в институте, ему некогда в церковь ходить, и мы покрываем своих детей, что наши дети не ходят в церковь, потому что они настолько заняты учебой, и в результате у них нет здравомыслия духовного. Понимаете, о чем я говорю? Это все серьезно. Я верю, что Библия обращается к нам серьезно. Библия обращается к нам серьезно. Смотрите, другое местописание. Итак, наш противник, говорит Священное Писание, это дьявол. Это дьявол. Осия 4.6. И здесь Осия говорит такие слова. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Видите, Священное Писание говорит, когда у нас есть недостаток ведения, Под видением я понимаю знание Бога, знание Божьей воли, знание Божьего Царства. Когда у нас есть недостаток этого, Священное Писание говорит, что народ начинает что? Истребляться. Вы со мной? Народ начинает истребляться. Знаете, насколько я знаю, в Европе сегодня церковь находится в кризисе. Церковь отдают под мечети. В чем проблема? Почему сегодня ислам, он развивается, а христианство приходит в упадок? В чем проблема? Истреблен будет народ мой за недостаток видения. Вопрос не в том, что Бог истребляет свой народ. Говорит, ах, вы не знаете меня, я вас всех истреблю. Нет, Бог не занимается истреблением своего народа. Но дьявол, который есть человек и убийца, через наше неведение он наносит нам ущерб. Он наносит ущерб церкви. Он наносит ущерб детям Божьим. Он обкрадывает нас. Он лишает нас благословения по одной причине, что мы имеем недостаток видения, нам некогда. Мы настолько озабочены вот этой суетой, которая сегодня происходит в мире, что мы говорим, мне некогда читать Библию, мне некогда ходить в церковь, мне некогда молиться, мне некогда поклоняться. Мне некогда, у меня столько дел и забот. И я вижу, как это сегодня захватывает церковь, захватывает христиан. Иногда спросишь брата или сестру, когда ты читал последний раз Библию, и человек говорит, ну уже давно не читал. Погоди, погоди, ты не читаешь Библию? Чем ты тогда занимаешься, если ты давно не читал Библию? Кто считает, что читать Библию необходимо? Все считают. Все считают, но не все читают. Я понимаю, что необходимо, но ты нас пойми тоже. Дел вот. Некогда, некогда. Некогда читать Библию, некогда молиться. Недостаток видения приходит в нашу жизнь, и в результате мы терпим урон. Что отличало апостолов? Когда мы смотрим на апостолов, на Павла, на Петра, на других апостолов, мы видим, как они распространили Евангелие Иисуса Христа на Римскую империю, на Грецию, на языческие страны. Почему они были успешны в своем служении? Одна из причин, она названа апостолом Павлом, и он говорит, «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Вот, дорогие, священные писания говорят, что цель сатаны – нанести тебе ущерб. Если ты думаешь, что ты вошел в Царство Божье, и теперь ангелы и херувимы охраняют тебя со всех сторон, и ты можешь выдохнуть и расслабиться, и сказать, все, я на месте, я на месте. На месте ты будешь только тогда, когда придешь на небо. Понимаете? Понимаете, что я говорю? Вот когда мы придем на небо, вот стопроцентно мы там выдохнем и скажем, слава Богу. Кто-то придет награду получать, кто-то как погорелец туда придет, священное писание говорит, но все же придет, и выдохнем там. Но пока мы здесь на земле, священное писание говорит, бодрствуйте и трезвитесь. Почему? Потому что сатана хочет нанести тебе ущерб. Сатана хочет наносить ущерб христианским семьям. Дорогие, вы прекрасно знаете статистику, что сегодня в церквях 50% разводов. 50% разводов среди христиан в церквях. Люди, которые когда-то стояли перед лицом Божьим и оклялись друг к другу в вечной любви и обещали быть друг с другом и в болезни, и в немощи, проходить все трудности, вдруг через несколько лет забывают о своем обещании. И говорят, один говорит, я верю в Иисуса, и другой говорит, я тоже верю в Иисуса. И семья разваливается. Я не открыл никакого секрета. В церквях сегодня есть разводы. Согласны с этим? Это есть. Почему? Почему это происходит? Этого не должно быть. Потому что Священное Писание говорит, что Бог ненавидит разводы. Этого не должно быть. Но почему люди, называющие себя христианами, позволяют разваливаться своим семьям? По одной причине. Священное Писание говорит, сатана наносит ущерб. Я считаю, когда в церкви разваливаются семьи, это ущерб церкви. Когда разводятся пасторы, это огромный ущерб церкви. Когда разводятся служители, это огромный ущерб церкви. Почему? Потому что Библия говорит, что когда поражается пастырь, то рассеиваются овцы. Понимаете? Когда поражается пастырь, рассеиваются овцы. Это непременно ударяет по церкви. Кто это делает? Священное Писание говорит, что сатана наносит ущерб. Поэтому, если ты хочешь сохранить свою семью и сдержать свое обещание перед мужем и женой, Священное Писание говорит, бодрствуй и трезвись, чтобы не нанес тебе ущерба сатана. И здесь апостол Павел говорит, здесь апостол Павел говорит, почему же сатана не мог нанести ущерба ему? Мы знаем, что апостола Павла побивали камнями. Ангел сатана был послан, чтобы удручать его. И это была не болезнь, а ангел сатаны. И почему, несмотря на все это, апостол Павел в конце своей жизни говорит, я веру сохранил, течение совершил, добрым подвигом подвязался. Поверьте, знаете, иногда встречаешь какого-нибудь человека, христианина, и он говорит, сатана восстал против меня. Я думаю, какая великая личность. Сам сатана восстал против тебя. Все планы бросил и сказал, вот лично я, вот сам сатана, вот этого христианина просто. Но апостол Павел был величайшей личностью в Божьем Царстве. Он не был Богом, но он был тем, кто шел в языческие народы и там говорил о Христе, там, где еще не было проповедано. И дьяволу это не нравилось. И Священное Писание говорит, что куда бы ни приходил дьявол, он везде встречал сопротивление. Его побивали камнями, над ним смеялись, его арестовывали, его били палками, его били плетьми. И вопрос, почему Павел смог все это пройти? А Павел говорит, и открывает секрет, потому что нам не безызвестны его умыслы. Аминь. Вы согласны со мной? Что-то тихо как-то. Библия говорит, что апостол Павел, он знал об умыслах сатаны. Он, во-первых, знал, что сатана существует. Потому что, знаете, когда сегодня разговариваешь, даже порой в церкви с людьми и начинаешь говорить о дьяволе, на тебя уже смотрят так и говорят, ты из какого века вообще? Какой дьявол? Какие бесы? Это же все легко объясняется с психологической точки зрения. Это все легко объясняется с научной точки зрения. Это вот все легко объясняется. Перестаньте уже в церкви говорить о бесах, о дьяволе. А может в церкви об Иисусе перестать говорить? Зачем о нем говорить? Потому что Иисус сам говорил о существовании дьявола. Да ведь? Сам Иисус говорил о существовании дьявола. Ну, это какое-то средневековье. Это что-то такое. Уже в церкви об этом говорить не надо. И мы видим, как сегодня в церкви больше популярности уже пользуются психологи и всякие прочие, чем люди, которые говорят, нам нужно разрушать дела дьявола, нам нужно выпускать измученных на свободу, нам нужно молиться за освобождение, и на них уже смотрят, говорят, знаешь, иди в другое место. Иисус на протяжении всей своей земной жизни, своего земного служения имел конфронтацию с дьяволом. И Он говорил об этом открыто. И Он не стеснялся, и Он не боялся, и Он не удивлялся, когда вдруг духовный мир начал проявляться. Это Его не шокировало, это Его не пугало. Он оставался вполне спокоен, когда возле Него лежал мальчик, мучимый бесами, испуская пену изо рта, и Иисус не испугался, в отличие от нас. Он просто понимал, в чем дело. Он понимал, что происходит. Он понимал реальность духовного мира. Аминь. И поэтому апостол Павел говорит, апостол Павел говорит, нам не безызвестны его умыслы. Откуда мы узнаем умыслы сатаны? Вы можете спросить, пастор, что ты так говоришь, постоянно читать Библию, молиться, откуда мы узнаем умыслы сатаны? Как мы можем узнать умыслы сатаны? Что он хочет? Мы узнаем это вот отсюда, из Священного Писания. Аминь. Чем больше мы читаем Священное Писание, Чем больше мы познаем Слово Божие, поверьте, тем легче тебе будет различать демоническое вмешательство, влияние, демонические мысли. Потому что Священное Писание говорит, что дьявол, он говорит свое. И когда мы наставлены в Слове Божьем, мы научены, мы можем различать его ложь. Помните, апостол Иоанн говорит такие слова о развлечении духов, да? Кто приходит к вам и не признает Иисуса Христа как Сына Брюжедшего во плоти, это кто? Это Дух Антихриста. Согласны? То есть, апостол Иоанн, он понимал, что сатана будет пытаться обмануть церковь, обмануть христиан, и он говорит, дорогие, знаете, если кто-то приходит к вам и говорит, нет, дорогие, послушайте, Иисус не был Сын Божий, Иисус это не Мессия, Иисус это не Христос, это просто один из величайших пророков, из величайших людей. Да, хороший человек, хороший человек, да, на самом деле, но много на земле было хороших людей, но он не тот, кто есть на самом деле, как на нем написано в Библии. Иоанн говорит прямо, послушайте, этот Дух, какой, антихриста. Писание говорит, не принимайте. Иногда смотришь, что сегодня церковь готова открыть двери перед всем. Перед всякими новыми веяниями и течениями и учениями, которые приходят непонятно откуда. И церковь открывает двери беда разбора. Вот это что-то новое. Это вот что-то новенькое такое. Писание говорит, все испытывайте хорошего, держитесь. Все испытывайте хорошего. Как мы испытываем? Священное Писание. Священное Писание и Дух Святой, о котором Иисус сказал, Он придет и научит вас всему. Аминь. Вы согласны с этим? Ведь мы же возрожденные христиане, у нас не просто есть Слово, у нас есть Дух Святой, который хочет нас учить, который хочет нас наставлять. И который реален. Который проявляется через нас. Я просто расскажу один случай такой. Был в моей жизни. Растворю местописание. Один раз ко мне пришла женщина. Она ходила к нам в церковь. Ходила в церковь. И такая была, знаете, горячая, посвященная. И вот ничего бы плохого о ней не скажешь. И она как-то пришла ко мне и сказала, Пастор, вы не дадите мне 500 рублей взаймы. Это было немного времени назад. Вот 500 рублей взаймы. И знаете, когда я даю людям в долг деньги, описание говорит, праведник будет давать взаймы. Аминь. Это наше обетование, что ты не будешь попрошайничать, ты будешь давать взаймы. Я никогда не беру никаких расписок, ничего. И когда она зашла и сказала, Пастор, дайте мне 500 рублей взаймы. В те времена это была такая значительная сумма. И вдруг внутри меня прозвучала аферистка. И знаете, я сам себя начал ругать. Я думаю, вот-вот подлец какой, а. Надо же так подумать о человеке. Хорошая женщина пришла, ну мало ли, нужда. А у меня вот аферистка и все. Я думаю, какой я все-таки еще несовершенный человек. Так плохо о других думать. Но почему-то я говорю, хорошо, да я без проблем дам. Вы только напишите расписку, что вы вернете. Что вы вернете. И она написала расписку, я ей дал деньги. И потом я узнал, что оказывается, это женщина. Она уже была судима. Она жила в одном районе, занимала у людей деньги, исчезала. Переезжала в другой район, занимала у людей деньги, исчезала. Потом я узнал, что она уже в церкви у людей позанимала денег, и в конце концов она исчезла. Мне она деньги отдала. Почему? Потому что у меня на руках была ее расписка. понимаете вот Дух Святой, который в нас есть Он может свидетельствовать Духу нашему здесь что-то нечистое Он может раскрывать замыслы сатаны потому что Писание говорит, что всякая ложь, она дьявола согласны? всякая ложь, она дьявола поэтому, когда ты кому-то врешь или немного привираешь, подумай чью волю ты исполняешь всякая неправда Писание говорит, грех, а дьявол если отец лжи понимаете, чем я говорю, да? понимаете или нет? вы все после работы и устали хорошо, смотрите, давайте откроем одно местописание еще не последнее расстрою вас Лука 10 глава 18 стих Иисус говорит здесь такие слова это говорит Иисус Он же сказал им Я видел сатану спадшего с неба как молнию смотрите, сам Иисус Он заявляет и говорит Я видел сатану то есть Иисус не говорит знаете, я предполагаю что возможно есть сатана а может и нет я сталкиваюсь с какими-то постоянно проявлениями но я толком не знаю, что это у меня как-то получается на это влиять я сам не знаю как но вот как-то влияю и что-то вот случается и я толком не знаю, что нет Иисус говорит прямо Я видел сатану можем ли мы верить словам Иисуса Христа? если мы не верим словам Иисуса Христа что Он видел сатану спадшего с неба как молния тогда почему мы можем верить Его другим словам о вечной жизни о обителях на небесах мы же не можем сказать вот Иисус вот то что есть обители на небесах я верю а то что есть сатана который как молния упал с неба я не верю я вообще не верю что он есть я человек живущий в 21 веке я верю в прогресс я верю там но тогда в небеса тоже не верь потому что Иисус тоже говорил о небесах все что говорил Иисус это не подвергается никакому сомнению аминь и потом Он говорит я видел сатану то есть сам Иисус говорит о реальном существовании сатаны Матфея 12-26 и здесь Иисус говорит такие слова если сатана сатану изгоняет то он разделился сам собою сам собою как же устоит царство его помните когда Иисус сказал эти слова когда фарисеи пришли к Нему и сказали Он изгоняет силой бесовской то есть фарисеи которые были набожные люди которые знали хорошо Писание Пятикнижья Тору пророков они знали что есть бесы они знали что есть Вильзеву они не отрицали этого они признавали другой вопрос что они сделать с этим ничего не могли и когда Иисус исцелял больных желая обвинить Его они сказали Он изгоняет бесов силой бесовскую то есть они обвинили Иисуса что Он служитель сатаны на что Иисус не сказал да Вы что с ума сошли Вы что книг перечитали какие бесы какой сатана Вы что фарисеи вы успокойтесь уже да никаких бесов нет и сатаны нет он говорит послушайте я знаю что есть сатана я знаю что есть его царство то есть Иисус не просто говорит о сатане Он говорит о его о его царстве но Он говорит послушайте я не действую силой бесовской потому что если бы это было это значит что царство сатаны разделилось и тогда оно бы не устояло, а оно еще стоит. Аминь. Вы знаете, что в одном из штатов Америки, я не помню сейчас в каком городе, поставили памятник сатане. Слышали такое, да? Да, реально, есть. В одном из американских городов поставили памятник сатане. Вы знаете, как он выглядит, как сатана. Но это козел с рогами, там пентаграмма. И люди приходят, чтобы реально поклониться ему. Американцы сказали, если у нас есть памятник десяти заповедям, а в Америке есть такой памятник десяти заповедям, надо было мне слайд сделать. Тогда мы хотим, чтобы был и памятник сатане. Это называется демократия по-американски. И туда приходят реально поклоняться люди сатане. Туда приводят детей на экскурсии. И знаете, когда человек принимает решение поклоняться сатане, он просто не понимает, кто такой сатана. Потому что в конце концов поклоняешься ты ему, или не поклоняешься. И вот цель нанести тебе ущерб. И то, что человек думает, о, я буду поклоняться сатане, и он будет меня тут по-земному благословлять по-своему. И он не будет меня трогать, потому что я его поклонник. Поверьте, что всякий, кто будет поклоняться сатане, он потерпит очень-очень большой урон. Он потерпит очень большой урон. Потому что дьявол в десять шкур потом снимет. Каким бы ты поклонником его не был, он снимет десять шкур с такого человека. Он взыщет за все благословения, в кавычках, которые он тебе дал здесь на земле. И поэтому Иисус говорит, не, нет, я сатане не поклоняюсь. Я знаю, что он есть, но я не из его царства. Я пришел, чтобы разрушать его дела. Я пришел, чтобы разрушать дела дьявола. Иисус говорит, зачем он пришел. Одна из целей прихода Иисуса Христа это разрушить дела дьявола. Это то, что он хочет, чтобы сегодня делал ты и я. Разрушал дела дьявола. Послушайте, если мы говорим, дьявола не существует, это древний миф. Что мы тогда, какие дела мы тогда разрушать будем? Иисус говорит, разрушайте дела дьявола. Да какие дела дьявола? Дьявола нету. Он есть. И это, я говорю, не для того, чтобы напугать тебя, а чтобы открыть твои глаза. Открыть твои глаза. Смотрите, давайте дальше читаем. Вы понимаете, о чем я говорю? Давайте дальше читаем. Второе послание Коринистам 11.14. Здесь Иисус говорит. И неудивительно, потому что сам сатана приходит, как ангел света. Сам сатана приходит, как ангел света. Знаете, когда люди говорят, сатаны нет. Поверьте, дорогие, дьявол на это не обижается. Он говорит, правильно, правильно. Меня нету, меня не существует. Это древний миф. Меня нету вообще. Почему? Потому что, знаете, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Да ведь? Кто-нибудь служил в армии? В разведке кто-нибудь служил? Вот, Алексей служил в разведке. Какая, Алексей, цель разведчика? Цель разведчика? Разведчики секретов не открывают. Какая цель разведчика? Съесть побольше масла на кухне. Да нет? Вы как же разведчика-то? Разведка. Разведка. Я скажу вам, вот цель разведчика так замаскироваться, чтобы никто не заметил, и раздобыть побольше информации. Помните про Штирлица? Фильм про Штирлица. Самый любимый фильм был в 70-е годы советского поколения. Штирлиц. Это был разведчик, который постоянно был замаскирован под офицера СС, да? Он там, ССовец был. И вот он там, в этом ССовском облачении, жил, добывал информацию, и никто даже не мог понять, что это красный шпион. И он успешно там жил, ел, пил, а в это время работал на нашу разведку. Так вот, цель дьявола, чтобы ты не знал, что он есть, чтобы ты вообще забыл. Почему? Потому что, когда мы не знаем, он может спокойненько нам вредить. Он может спокойненько наносить нам ущерб, разрушать, убивать, красть, вводить в заблуждение. Потому что его ведь нет. И Священное Писание говорит, хотя Яков, вернее, Петр говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, чаще всего Сатана приходит, как ангел света. Если вы вспомните историю с Евой, да? Историю с Евой, когда она там, Адам пошел, а куда Адам вообще пошел от Евы? На охоту? Какую охоту? Он мясо не ел. Вот вам задание подумать, куда удалился Адам от Евы. В душ ему не надо было ходить, он не потел, потому что пот это было как проклятие, а он еще не был проклят. Вот куда он пошел от Евы? Кто его знает? Наверное, новые названия для животных придумывать. И Ева осталась одна. И Священное Писание, мы знаем, говорит, что пришел к ней кто? Сатана. И он пришел к ней не как рыкающий лев, прискакал такой и сказал, я дьявол. Я дьявол. Быстро взяла плод запретный и съела, я сказал. Если ты сейчас не съешь, я тебе его насильно запихаю. Я сказал, если ты сейчас не съешь этот плод, я все проклятия, я тебя просто не знаю, что бы сделаю, Ева. Ева испугалась быстро, там наелась всего. Прибежала к Адаму, Адам, что я сейчас видела, что я сейчас видела? Дьявол пришел с рогами, с хвостом, с вилами, как начал меня пугать, говорит, утюг на живот поставлю. И сказал, если Адам не съест, еще и к нему приду. И Адам тоже там вспотел, быстро наелся. И сказал, вот мы попали с тобой, Ева. Нет. Священное Писание, говорит, такого не было. Он пришел к Киеве в образе змея. И тогда змеи, Писание говорит, они даже не ползали. Мы не знаем, как он там на четырех ногах был или на восьми. Но после грехопадения у него ноги отвалились. У змея. Он пришел в образе змея. А змеи тогда не кусались. Понимаете, что это если мы сейчас змею увидим, мы отпрыгиваем, потому что думаем, сейчас она нас отравит. Однажды мы гуляли с женой по лесу, там в Каменске, и ползет змея. Я думаю, я хочу ее поймать. И говорю жене, смотри, куда она ползет. Я пошел рогатину искать. Когда я нашел рогатину, жена стояла вот так, вся испуганная. Я говорю, где змея? Не знаю. Она так перепугалась, что даже не могла посмотреть, куда змея уползает. Я говорю, ну с тобой каши не сваришь. Мы так боимся, но тогда они не кусались. Они, может быть, Ева лежала, они ползали по ним, массаж ей делали. И вот он в образе змеи приползает и говорит, Ева, как дела? Она говорит, ау, нормально все. Солнце светит, море плещется. Ева, а что тебе бы Бог-то сказал? Да, сказал, вот не есть это дерево познания добра и зла. Серьезно, что ли? Ну, вроде как, серьезно. И что ты веришь этому? Да даже не знаю, как ты. Вроде никогда не обманывал. Одеяло говорит, а мне кажется, он то ли пошутил, то ли обманул, потому что он знает то, чего вы не знаете. Он знает, что вот и вы сидите с дерева познания добра и зла, и вы сами как Боги станете. А Бог-то этого не хочет. Он единоличник. Он один хочет сидеть на своем престоле славы, чтобы ему одному поклонялись, чтобы его одного славили. Я Бога, говорит, дьявол, знаю уже, знаешь, сколько Ева. Лет несколько тысяч. И когда я сам захотел стать, как Бог, я такого пинка получил. А почему? Потому что Бог единоличник. Он не хочет конкурентов. А ты, Ева, попробуй, попробуй. Знаешь, ты сама как богиня станешь. Попробуй. И Священное Писание говорит, он убедил, он уговорил, он обольстил ее. Да ведь? Он ее не пугал. Ни рогами, ни копытами. Он пришел, как милый, ласковый, как говорится, мой ласковый и нежный зверь. Пришел, обольстил, добился своей цели. Да ведь? Добился своей цели и в результате Ева и Адам, они умерли духовно. Они спрятались от Бога. Почему? Потому что они начали думать, сейчас Бог придет и Он всех нас убьет. Поэтому давай спрячемся от Него. И знаете, когда ты как христианин думаешь, ой, я согрешил и сейчас Бог придет и убьет меня. Кто тебе это сказал? Я согрешил, сейчас, наверное, Бог на меня пошлет. Болезнь. Надо куда-нибудь от Него спрятаться. Да нет, тебе надо прийти к Нему и сказать, Господь, пожалуйста, прости меня, я опять делов наделал. И поверьте, Он не собирается тебя поражать болезнями, язвами губительными. Он просто скажет, да, сын мой, дочь моя, но как я могу тебя не простить? Ведь я же сына отдал, чтобы тебя прощать до конца дней твоих на земле. Конечно, прощу, но многие христиане, они, как Адам и Ева, что-то наделали и прячутся, потому что думают, что сейчас Бог меня будет поражать болезнями. Немыч, откуда ты это взял? Откуда у тебя такая мысль? Оттуда же, откуда и у Евы с Адамом и внушил дьявол, что Бог такой. Если вы вот это сделаете, Он придет в вас. И они испугались, они начали прятаться от него, без того, чтобы прийти. Бог делов наделали. Кто это внушил? Дьявол. И поэтому чаще всего Он не приходит как рыкающий лев. Он приходит как Ангел Света. Почему? Да потому что с Ангелом Света приятнее общаться. Да ведь? Он же Ангел Света, Он такой милый. Это знаете, как благословенные, наверное, свидетели Еговы. Они приходят к тебе красивые, нарядные, милые бабушки, божьи одуванчики. Да ведь? Кто встречался с свидетелями Еговы? Ну разве плохие люди? Они. Нет, они хорошие люди. Они всегда чистенькие, опрятные, братья в галстучках. И они придут к тебе. И они говорят, а вы хотите изучать Библию? Ты говоришь, да конечно хочу. Мы тебе все расскажем. И они тебе рассказывают по Библии, но только говорят, послушай, Иисус это же, но не Бог Он, но не Бог. Вас просто ввели в заблуждение. Он не Бог. Он бывший ангел. А то, что Он Бог, это неправильно. И Дух Святой, это вот не так, как вы думаете. Это не личность. Это сила какая-то, которая где-то там летает, сила какая-то. Но это не личность Дух Святой. Нет. И пришли к тебе ангелы света такие. Хорошие люди, неплохие. Но вдруг ты уже приходишь в церковь и говоришь, да какой Иисус это Господь? Да никакой Он не Бог. Понимаете, о чем я говорю? Дорогие, откуда сегодня приходят такие вещи? Даже христиан на это заносят, которые говорят, да какие же много путей, которые ведут к Богу. Ты можешь быть буддистом, можешь быть мусульманином, можешь поклоняться там еще кому-то, Кришне. Просто это разные пути к одному Богу. Вот Бог один, а разные пути. Разные пути. А Иисус говорит, нет, нет, подождите. Я один путь. Я один путь. Если ко Мне придет кто угодно, буддист, мусульманин, индуист, но придет ко Мне, говорит Иисус, тот придет к Отцу. А если не придет ко Мне, говорит Иисус, не придет к Отцу. Я есть дверь овцам, а кто входит в Индии, тот кто? Вор и разбойник, говорит Иисус. Но сегодня дьявол приходит и говорит, да не, не, бросьте. Бросьте вы эти вот такую категоричность, что ли. Но нельзя же быть такими категоричными. Много путей ведут к Богу. И Иисус, это только один из них. И в результате происходит обольщение. Понимаете, что я говорю, да? И поэтому Писание говорит, ангел приходит как ангел света. Почему ему очень удобно приходить как ангел света? Потому что он когда-то таким и был. Он когда-то был ангелом света. Смотрите, смотрите. Иезекииля, 28 глава, 14 стих. Здесь Писание говорит, ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Пророк говорит про падшего Люцифера. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Поймите, почему сатана приходит как ангел света? Он таким был. Он был светом. Он был осеняющим. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был во всех путях со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. Можно там открыть вот это местописание? Да коли не нашлось в тебе беззаконие. Ну, нет. На слайдах. Где там. И священ... Нет. Ну, ладно. Все. Не открывайте. Я понял. Вы заблудились. Не открывайте ничего. Вот. И Священное Писание говорит, что сатана был вот этим помазанным херувимом, поставленным осенять. Люцифер значит, Люцифер значит светоносец. Одно из имен дьявола Люцифер значит светоносец. И поэтому, поймите, у него есть опыт прийти к людям, как ангел света, и навязывать им свое мило, ласково, с любовью со своей, со своими заигрываниями, со своими обольщениями, прийти, как ангел света, и тогда, если мы не наставлены в Священном Писании, мы очень легко покупаемся. И нам говорят, да, конечно, такие милые люди. Они хорошие такие люди. Да, эти хорошие люди. Но вопрос, что они несут? Да, ведь? Понимаете, о чем я говорю? Что несут эти люди? Писание говорит, кто не несет всего учения, таких не принимайте. Кто не несет учения Христова, таких не принимайте. Павел говорит, если даже я или ангел с неба будет проповедовать не то, что мы вам проповедовали, да будет что? Да будет анафема. То есть апостол Павел говорит, дорогие, кто бы к вам не пришел, с какими бы видами, с какими бы предложениями, если они не несут учения этого, не принимайте. Будет анафема. Сегодня проблема, что мы как христиане готовы принимать всякие новые вения. И мы даже не умудряемся посмотреть в Слово и сравнить, а что Слово Божие говорит. И поэтому мы видим, как церкви раскалываются. Мы видим, как братья и сестры становятся врагами. Поймите, все, что делает Бог, ведет благословение Господне, что обогащает и печали не приносит. Это печально, когда церкви раскалываются. Это печально, когда братья и сестры не могут общаться друг с другом, потому что у них свои там какие-то. У нас есть Слово. И поэтому Павел говорит, дорогие, кто бы ни пришел, под каким видом, под каким соусом, если не так, как мы учили, да будет анафема, будут проблемы, будут трудности. Почему? Да вот такая природа дьявола. Такая природа дьявола. Где он появится, там проклятие постоянно. Там разрушение. Священное Писание говорит, что Бог есть, Бог порядка. Где появляется дьявол там, неустройство, разделение, бардак, ругань, зависть, злоречие, злословие. И при этом он сидит, руки потирает и говорит, вау, все, все продолжается. Я работаю, нормально все. Движуха. Все время посмотрю. Да, осталось много. Вы понимаете, о чем я говорю? И поэтому Библия говорит, дорогие, бодрствуй, трезвитесь. Все серьезно. Я у себя в церкви всегда говорю, речь идет о твоей душе. Твоя душа, она дорогого стоит. И Священное Писание, дьявол пришел с одной целью, чтобы украсть, убить и погубить. У кого есть семья? Так вот, дьявол хочет ее разрушить. Потому что он знает, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. На все, что Бог сотворил, на все ценности, которые дает нам Священное Писание, дьявол нацелен, чтобы все это разрушить. Любовь, Писание говорит, Писание говорит, что во многих угаснет любовь. Почему? По причине беззакония. Он знает, он говорит, ах, вы тут любите друг друга, любвеобильные такие, я вам устрою любовь. И умножается беззаконие, и вдруг смотришь, дети становятся агрессивные, родители ненавидят своих детей, дети ненавидят родителей, братья ненавидят сестер, сестры ненавидят братьев, и мы видим, как это проявляется сегодня. Кто-нибудь из вас иногда смотрит, какие мультики смотрят дети? Да, это надо контролировать сегодня. Потому что сегодня какие-то бешеные мультики. Вы согласны? Вспомните мультики, ну, наши там, там, ну, даже сегодня, ну, российские пускай мультики там, да, про, про кого у нас сегодня мультики? Про этих, про смешариков. Да ведь? Классные мультики. Вот когда у меня захожу, и там дочка смотрит смешариков, я слова даже не скажу. А когда захожу, и там включен канал Дисней, и там какие-то уроды нарисованы, я не говорю про все мультики Диснея, но вот, которые я постоянно перехожу и вижу, какие-то уроды, вот с такими носами квадратными, с какими-то глазами, и орут что-то, и психуют, какие-то психованные все. И я говорю сразу же так, мультик этот убрали, и чтоб я больше этого не видел. Потому что, когда они насмотрятся, этих мультиков, смотришь уже, орут друг на друга. Откуда это взяли? Да потому что сегодня, поверьте, дьявол использует разные вещи, чтобы влиять на нас, на наших детей. Понимаете, о чем я говорю? Какие сегодня фильмы? Я маленько отступил от темы. Какие сегодня фильмы? И вот если вы смотрите фильмы, или показывают какой-нибудь новый ролик, какого-нибудь крутого блокбастера, что там происходит? Там что-то все летает, взрывается, кровь брызжет, кто-то кому-то из пистолета стреляет в лоб, и все сидят, вот это крутой фильм, надо сходить. Идеал говорит, сходи, сходи, правильно, сходи. И ты выходишь из этого фильма, у тебя мозги на обекрении, там кровь. Вспомните советский фильм про Великую Отечественную войну. В него там чуть ли и из танка не выстрелили, у него ни капли крови. Да? Вот советские фильмы, да, про войну. сегодня, у него там из рогатки стрельнули, весь экран в кишках. И кровь везде, насилие, убийство. Мы думаем, да, ну что, это время такое. Да, потому что во многих по причине беззакония угаснет любовь. По причине беззакония во многих угаснет любовь. Это говорит Священное Писание. Кто за всем за этим стоит? Ну это все так случайно, это вот просто случайно, это вот такое течение времени. Да поймите, нет ничего случайного. Не случайно все это. Не случайно сегодня полиция охраняет парады гомосексуалистов, а христиан за проповедь Евангелия отдает под суд. Тоже случайно? Ой, случайно принимают в мире законы, которые ограничивают свободу и расповедание проповедь Евангелия. Какая случайность? Случайно принимают законы о том, чтобы сочетать в церквях мужчин, гомосексуалистов и лесбиянок, и не дай Бог, ты этого не сделаешь, тебя посадят за решетку. Какая случайность? Откуда все это, дорогие, приходит? Почему это начало приходить? Не просто в этот мир, а в церковь? Кто за всем за этим стоит? Какие силы этим управляют? Человеческая фантазия, я скажу вам, человек это только проводник чьих-то идей, чьих-то мыслей. Чьи это мысли? Кто стоит? Кто это продвигает? Вы знаете, что Европейский Совет по правам человека обвинил Россию, что у нас запрещают гомосексуалистам пропагандировать гомосексуализм среди детей и устраивать парады. Совет Европейский по правам человека наехал на Россию, что мы в России запрещаем гомосексуалистам с флагами гулять по нашим улицам, по нашим городам и приходить в школы к нашим детям и говорить, а вы знаете, это вот один из таких способов любви. Кто за всем этим стоит? А когда ты приходишь и говоришь, я хочу проповедовать детям Евангелие, тебе говорят, у тебя Библия пропечатанная, а вот у тебя вот это, поэтому давай-ка, пока мы тебя не оштрафовали, иди отсюда. Кто за всем за этим стоит? И при этом часто мы, христиане, мы заняты своими делами. Мы говорим, да какой дьявол, да какие силы тьмы, да времена такие настали. Кто за всем за этим стоит? Чем должна заниматься церковь? Может, церковь должна разрушать дела дьявола? Или церковь должна обсуждать, можно ли христианам делать татуировки или еще что-то? Чем должна заниматься церковь? О том, как разрушать дела дьявола, мы будем говорить дальше. Потому что я же не просто хочу сказать, что дьявол есть, и на этом все закончить. Но сегодня время у меня уже подходит к концу. Давайте мы просто еще... Вы понимаете, о чем я говорю? Давайте мы еще прочитаем одно местописание. Исаия 28, 16. Исаия 28, 16. От обширности торговли твоей, внутренняя твое, исполнилось неправды, и ты согрешил. Кто здесь занимается бизнесом? Есть бизнесмены, кто бизнесом занимается? Нету? Вот будьте осторожны, когда занимается бизнесом, потому что Люцифер тоже бизнесом занимался. И когда у него все просто пошло в гору, он просто стал крутой бизнесмен, у него просто, как говорится, все поперло, то внутренне его исполнилось неправды. Внутренне его исполнилось неправды, и ты согрешил. И я не звергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. Если ты очень красивый или красивая, тебе надо бодрствовать, потому что он тоже был красивым. И Священное Писание говорит, он был настолько красивый, настолько красивый, и он ходил среди огнистых камней и говорил, кто первый красавец на горе Божьей? А? Люцифер. От красоты твоей возгордилось сердце твое. вы видели когда-нибудь, как модели ходят по подиуму? Мне, конечно, трудно изобразить это. Я не модель. Но там просто не подъехать. Я модель. Он тоже был модель на горе Божьей. И от красоты его возгордилось сердце его. Да? От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Один из упреков людей, они говорят, зачем Бог создал сатану? Кто такое слышал? Вам говорили когда-нибудь, если Бог такой вот любящий, зачем Он создал сатану? Зачем? Не создавал бы сатану? И Писание прямо говорит, что Бог не создавал сатану, потому что Бог есть свет и нет в нем тьмы. Он не создавал сатану. Он создал херувима осеняющего, помазанного херувима, красивейшего херувима, потому что все, что Бог делает, Он делает классно. Да, Вить? Согласны? Вот на поляну летом выйдете, и посмотрите какие там цвета, вот тоже ромашки, ну невозможно. Бог все делает классно, и Он Люцифера сделал классно. Одного я не могу понять, как на святых небесах в Люцифере могло зародиться это зло. Для меня это загадка, для меня это загадка, но Священное Писание говорит, что в нем нашлось беззаконие. От какой-то обширной торговли, от того красоты, в нем родилось тщеславие. Священное Писание говорит, что у него произошло что-то с умом, он погубил мудрость свою, у него какое-то произошло помешательство умственное, потому что у него была мудрость, и он эту мудрость погубил. и когда Господь это увидел, Священное Писание говорит, что Бог сказал, Люцифер так не может продолжаться, так не может быть, ничто нечистое не может быть одесну у меня, ничто нечистое не может быть на небесах, и Господь говорит, я не звергну тебя с горы Божьей, и поэтому Иисус говорит, я видел сатану падшего с неба, и вот с того времени, когда он был сброшен, он превратился вот в этого дьявола, в этого противника, в этого врага, в того, кто противится тебе, как дитю Божьему, в того, кто противится Богу, как это все делается, мы на одном из собраний тоже будем говорить, но Бог не создавал сатану, Бог не создавал сатану, Он создал помазанного херувима, осеняющего, который излучал свет и какое-то время был благословением, но что-то произошло в нем, что послужило его падению и дальнейшему позору, аминь, я даже половины, нет, половину сказал, что хотел, но у нас еще будут четверговые собрания, и знаете, дорогие, я просто хочу, чтобы на самом деле мы протрезвели, мы протрезвели, я скажу вам, что многих проблем не было бы в нашей жизни, которые пришли в нашу жизнь, если бы мы больше бодрствовали, если бы мы больше внимания уделяли духовным вещам, если бы мы больше искали царства Божьего, многие проблемы бы не пришли в нашу жизнь, если бы мы на самом деле, как говорит Писание, противостояли дьяволу твердой верой, мы бы многого избежали, многие семьи были бы сохранены, если бы они не попались на одну из каких-то приманок сатаны, если бы они где-то не были обмануты, обольщены, если бы они где-то чуть-чуть пободрствовали, больше бы помолились, смирились, поверьте, семьи были бы сохранены, но дьявол сегодня, к сожалению, наносит ущерб многим христианам, многим семьям и церквям, и это не вина Бога, порой мы в этом замешаны, из-за того, что мы становимся легкомысленными, из-за того, что мы не имеем, имеем недостаток видения, недостаток знания, ему удается проникнуть в наши жизни, в наши семьи, к нашим детям и наносить урон, и это не Божья воля, это не Божья воля, Бог этого не хочет, об остальном мы будем говорить на других служениях, аминь, давайте сейчас встанем, Англию, Господь Всемогущий, Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, мы благодарим Тебя, Господь, за Твое откровение, мы благодарим Тебя, Господь, за Твою истину, мы благодарим Тебя, Господь, за откровение Духа Святого, мы благодарим Тебя, Господь, что через Своё Слово Духом Святым Ты помогаешь нам разоблачать дела дьявола. Ты помогаешь нам, Господь, познавать Его замыслы, чтобы Он не нанёс нам ущерба. Мы благодарим Тебя, Господь, что Дух Твой Святой, который живёт в нас, Он сообщает Духу нашему о том, чтобы мы бодрствовали, о том, чтобы мы трезвились во имя Иисуса Христа, Господь Всемогущий. Я верю, я верю, Господь, что вся власть и сила принадлежит Тебе. И Ты дал нам, как Церкви, эту власть, чтобы разрушать дела дьявола, чтобы разрушать его замыслы, чтобы разрушать его коварства, чтобы противостоять ему не только в жизни своей, но и в жизни других людей, чтобы открывать людям Твою истину, которая бы делала их свободными. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. Мы просто благодарим Тебя за Твое Слово, за Твое откровение. Мы просим, Дух Святой, чтобы Ты просветил очи нашего сердца, чтобы на самом деле сатана не мог нанести нам ущерба, чтобы он не мог разрушать христианские семьи, чтобы он не мог разрушать жизни наших детей, чтобы он не мог разрушать Церкви, Господь Всемогущий, потому что Ты всё нам дал для того, чтобы мы были победоносными в своей жизни, в жизни наших семей и в жизни Церкви. Мы верим, Господь Всемогущий, что вся власть Тебе дана, и Ты дал нам её, Господь. Мы благодарим Тебя и превозносим. Благодарим Тебя и превозносим. Господь, благослови просто каждого человека, чтобы на самом деле задуматься о своей душе, о своей духовной жизни, чтобы начать бодрствовать. Господь, может, кто-то остыл к Слову Божьему, может, кто-то давно уже не был в своей тайной комнате, не общался с Тобой, может, в чьей-то жизни сегодня есть замешательство, непонимание, страх. Во имя Иисуса Христа, Господь, помоги, помоги вспомнить первую любовь, помоги вновь начать искать Тебя, Твоего откровения, наполняться Твоим Духом, Господь, не оставлять собрания и общения святых. Во имя Иисуса Христа, чтобы возлюбить чистое словесное молоко, дабы возрасти от Него во спасение. Во имя Иисуса Христа, Господь. Господь, чтобы дьявол, он был повержен, и он не имел успеха против народа Божьего. Во имя Иисуса Христа, Господь. Славим Тебя, благодарим Тебя, превозносим Твое Святое Имя, Небесный Отец, Сын и Дух Святой.